Глава 16. Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Переди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку, возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Среди орудий стояли передки, еще сзади коневесь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса. Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбен. Левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма и костров массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни в дыму казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и конницы. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план о расположении войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движением масс и общими распоряжениями, и, постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности. «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг», — говорил он сам себе, — «киевские, гренадерские, подольские, егерские должны будут держивать всю позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним». «В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же атаки на центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до врага эшелонами», — рассуждал он сам с собою. Во время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая, слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться. «Нет, голубчик», — говорил приятный, как будто знакомый князю Андрею голос, — «я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся». «Так-то, голубчик». Другой, более молодой голос перебил его. «Да бойся, не бойся, все равно не минуешь». «А все боишься? Эх вы, ученые люди!» — сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. «Тот-то вы артиллеристы, и ученые очень от того, что все с собой свести можно, и водочки, и закусочки». И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. «А все боишься?» — продолжал первый знакомый голос. «Боишься неизвестности. Вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет. Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна». Опять мужественный голос перебил артиллериста. «Ну, угостите же травником-то вашим, Тушин!» — сказал он. «А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркетанта», — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствующий голос. «Травничку можно», — сказал Тушин. «А все-таки будущую жизнь постигнуть он не договорил». В это время в воздухе послышался свист. Ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее, и ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческой силой, взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушанную набок трубочкой. Доброе, умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, молодцеватый пехотный офицер, и побежал к своей роте, набегу застегиваясь.